Всем привет! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! В руках у меня шпилька М12. И если нужно отрезать небольшой кусок, то лучше сразу накрутить гайку. Ведь при разрезе болгаркой мы замнем резьбу. А так как гайка у нас будет уже накручена, то при откручивании мы резьбу восстановим. Но что если нам надо разрезать всю шпильку? В моем случае я нарубил аж 40 кусков шпильки М12 для стягивания доски. То как тут быстро и просто восстановить резьбу? Для этого возьмем гайку М12 и зажмем в тиски. И разрежем болгаркой пополам. У нас получились две половинки. Теперь отрезаем шпильку. Чтобы максимально испортить резьбу, прям чтобы гайка вообще не накручивалась, еще можно подмять чуть молотком. Тогда мы прикладываем половинки гаек и захватываем зажимом. И просто выкручиваем по резьбе. Таким образом мы восстанавливаем резьбу. Такая хитрость актуальна и порой не стоит тратить деньги на плашку М12. Тем более, если вам надо на один раз. Работая с ПВА-клеем и размазывая его кистью по поверхности, начинаешь отвлекаться и думать, куда положить кисть. Бросаешь на стол, а стол пачкается. Да и если в ближайшие 10 минут не работаешь с клеем, то кисть засыхает. Тогда берите на заметку идею. Возьмем небольшую баночку. У меня она от детского питания. И в крышке просверлим отверстие, диаметр которой равен диаметру рукоятки. Далее продеваем кисть через крышку. И у нас есть подставка. И теперь легко можно кидать кисть на стол, обмазанную клеем. Либо, если работа с клеем закончилась, сразу пакуем кисть в банку с водой, чтобы не засохла. Для следующей идеи нужен небольшой кусок фанеры. Толщина у меня 10 миллиметров. Делаю разметку, чтобы получить небольшой квадрат 25 на 25 сантиметров. Спереди провожу две линии от края на толщину линейки. А потом делаю полукруг из 160 заглушки. Беру в руки лобзик и отрезаю лишние части. Беру в руки лобзик. Поворотный край хорошенько обрабатываю наждачкой, чтобы получить максимально ровно. Далее две планки вклеиваю на свои места. Прижимаю струбцинами и оставляю высыхать. Клей высох и приспособа готова к тесту. Теперь достаем фрезер. Фрезер у меня Риоби. Тут мощный движок на 1600 ватт. Особое преимущество это глубина фрезерования от 0 до 55 миллиметров. Имеет встроенный регулятор скорости, который дает возможность изменять настройки режима работы, не останавливая инструмент. Компактный кейс с сочной комплектацией. Тут и цанги на 6, 8, 12 миллиметров. Питок фрез бонусом. А также в аппарате имеется плавный пуск, который обеспечит тотальный контроль над инструментом. Более подробно можете узнать по ссылке в описании. А теперь покажу, для чего мы делали нашу приспособу. С помощью нее мы легко и просто можем быстро закруглить углы заготовок. Просто прикладываем и зажимаем струбцинкой. И копировальной фрезой получаем плавный край. Если нужно делать десяток одинаковых заготовок, то такая приспособа вас точно выручит. Работая с краской или маслом и временно делая паузу от работы, кисть может высохнуть. Можно замотать в пленку, но иногда воздух находит отверстие и кисть засыхает. Тогда вот вам отличный лайфхак. Берем пластиковую бутылку и канцелярский нож и режем пополам. И далее в емкость наливаем растворителя. И после покраски заготовки закидываем кисть в эту емкость. А сверху накрываем колпаком бутылки. Ну и чтобы прям совсем не было запаха от растворителя, то можно мотануть малярной лентой. Таким образом кисть не засохнет и при необходимости всегда можно продолжить работу. Хоть даже через пару дней. Возможно кто-то скажет, что за ерунда, ведь кисть маленькая и стоит 30 рублей, братан. Купить всегда проще. Хорошо, я тут обвязку для террасы обрабатывал. И вот вам кисти за 350 рублей. Они в антисептике. И также их закинул в бутылку с водой, чтобы они не засохли. И при необходимости я всегда могу их достать и начать работу. Работая в мастерской, иногда попадают вот такие интересные колотые доски. Выбрасывать жалко, так как доска достойна. И еще пригодится в поделках. И сейчас покажу вам, как грамотно и качественно склеить треснутый шов. Для этого я возьму старый фильтр от воды. Ну или просто любая мягкая нить. Зажимаем доску струбциной. И немножко распираем колотую часть. Далее заливаем ПВА клеем. И с помощью нити разглаживаем клей внутри самой трещины. Таким образом мы максимально качественно нанесем клей даже в самую узкую щелку. Далее цепляем струбцинами и ждем пока все высохнет. По итогу мы имеем целую хорошую доску, которую можно пускать в работу. Катаясь по разным работам, часто пользуюсь герметиком или клеем. Но бывают ситуации, когда забудешь пистолет для него. Или он вообще сломается в самый неподходящий момент. Конечно, две капли клея можно попробовать и выдавить молотком. Но если надо доклеить пару плиток или панелей, то молоток тут точно не подойдет. А выручит обычная струбцина. Укладываем тюбик сверху и обматываем пару витков малярной ленты. Ну, чтобы никуда не убежал. Далее нужен толкатель. В идеале максимально близкий к внутреннему диаметру тюбика. И все. Можно продолжать работу и выполнять поставленную задачу. Напишите в комментариях, друзья, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте жирный лайк. Вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока.